Добрый день, уважаемые коллеги. Онкоурология всегда немножко стояла как-то особняком от химиотерапевтов. В силу, наверное, объективных причин, на этом поле химиотерапевтам долгое время просто было нечего делать. При раке пристательной железы длительная гормонотерапия, при раке почки до появления ингибиторов тирозин киназ ничего, кроме интерферона. А при раке мочевого пузыря единственная схема, она основится с платины и тоже больше ничего, очень длительное время. И поэтому онкоурологические локализации, они всегда немножечко, как бы, не было у них хозяина именно в тех стадиях заболевания, когда требовалось системное лечение. И поэтому несколько слов об особенностях непосредственно рака мочевого пузыря и уротелиального рака, которые привносят свои особенности в лечении этих больных. В абсолютном большинстве случаев эта локализация выявляется при ранних стадиях. Более 70% это стадия немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря ТА-Т1. При этом есть, конечно, группы прогноза, и основной особенностью группы прогноза является то, что вероятность дальнейшего прогрессирования отличается. И это в том числе и обуславливает стоимость заболевания, что тоже немаловажно. На самом деле рак мочевого пузыря является одним из самых дорогостоящих онкологических заболеваний. При всем при том, что и урологи, и в том числе и химиотерапевты привыкли, что это заболевание очень долго можно подвергать трансуретральным резекциям. И вообще его, в общем-то, можно по большому счету не лечить. Но это абсолютно неправда. И поэтому вот это прогрессирование является основной проблемой ранних форм. И вот эти 70%, практически в 50% случаев прогрессируют до мышечно-инвазивная, а дальше и до метастатического рака мочевого пузыря. То есть мы в процессе развития этого заболевания выращиваем эту опухоль на фоне того лечения, которое проводим, как хирургическое, так и лекарственное внутрипузырное. И формируем вот этих больных, которые дальше переходят для лекарственной терапии. А еще раз повторю, возможности это, в общем-то, особо очень долгое время и не было. И второй очень важный момент, что изначально, получая хорошего пациента, абсолютно коморбидного, к тому моменту, когда он подходит к химиотерапии, этот пациент представляет собой абсолютно другую ситуацию. Это в абсолютном большинстве пациенты с почечной недостаточностью в силу блокирования мочеточников, развития гидронефроза и развития почечной недостаточности. И поэтому более половины пациентов, приходящие к химиотерапевту, это пациенты с почечной недостаточностью. Проведение схемы с исплатином невозможно. И эффективность лечения этих больных, к сожалению, достаточно низкая, о чем на самом деле и говорят цифры внизу, что на самом деле пятилетняя выживаемость метастатических больных не превышает 15%. То есть это крайне низкие показатели лечения этих больных. Вся схема лечения укладывается на небольшом слайде. И даже на сегодня, даже с появлением чинг-поэт-ингибиторов, и в общем-то даже особо разговаривать-то нечего. Хорошо известные схемы МВАКС-гемизарс-цисплатина и схема на основе карбоплотина. Это все то, что есть в области химиотерапии. Действительно, первая линия – это цисплатина, хорошая медиана общей выживаемости. Высокая частота ответов. Да, гемизарс-цисплатина привнес несколько меньшую токсичность по сравнению с МВАК, в общем-то при сопоставимой общей выживаемости. Но то, о чем я сказал, те критерии, которые необходимы, хорошо вам известно оценивать. Но еще раз повторяю, на самом деле абсолютной проблемой этих больных является почечная недостаточность, которая и все перекрывает. Ну а у урологов, если спросить ионку у урологов, то всех остальных критериев они в принципе просто и не знают. Всегда все это ограничивается в основном химиотерапией. Поэтому для этих пациентов были предложены альтернативные схемы на основании в основном карбоплотина. И мы видим, что медиана общей выживаемости, конечно, проигрывает практически вдвое. Она меньше. Поэтому вот эта группа больных, она действительно скомпрометирована и она очень долго ждала того лечения, которое им необходимо. Ну вот прямое сравнение было схем с карбоплотином и с исполнительной понятно, что были достоверные различия по уровню, в том числе общей выживаемости у этих пациентов. Со второй линии лечения была полная беда. То есть ничего в принципе не было, то, что бы показывало каких-либо хороших эффектов или улучшения общей выживаемости. Были только симптоматические эффекты. Действительно был препарат вифлунин, который на некоторое время заполнил эту паузу. При этом убедительно доказать преимущество в общей выживаемости в общем-то не получалось. Только в отобранной группе больных было продемонстрировано некоторое улучшение общей выживаемости. Европейское сообщество одобрило этот препарат, к использованию американское нет. И поэтому такой препарат действительно заполнил паузу, но какого-то революции удовлетворения он не принес. Но при этом на самом деле, если посмотреть сравнение с злополучным исследованием ИГР-211, где преимущество по сравнению со стандартной химиотерапией от излезумаба не было показано, мы видим, что все-таки вифлуин показывал практически одинаковые цифры выживаемости. Поэтому при всей нашей скептической отношении на тот момент, действительно, это был какой-то определенный шаг. И такая опция тоже принципиально возможная. Еще одной особенностью рака мочевого пузыря является то, что в отличие от других онкологических локализаций, это является высокомутагенный рак. То есть он, видите, практически на вершине этой кривой, а мотационная нагрузка очень высокая. И это подтверждало то, что это была, по сути, единственная онкологическая локализация, где длительное время существовала иммунотерапия. Это БЦЖ, внутрипузырная БЦЖ терапия, стандартный метод лечения, до сего дня высокоэффективный, единственный метод лечения, который при мышечно-инвазивном раке действительно снижает частоту прогрессирования. Больше ничего не снижает, нет ни одного варианта лечения, который бы снижал частоту прогрессирования немышечно-инвазивного рака. Поэтому БЦЖ остается актуальной схемой у этих больных. Поэтому иммунологические ответы у этих пациентов уже зафиксированы давно, и это та благодатная локализация для иммуно-онкологического направления лечения, которое сегодня есть. Конечно, очень важным то, что уже сегодня обсуждалось, является то, что должен быть уже присуществующий ответ, иммунологический ответ. А существующий иммунологический ответ является отражением того, что опухоль имеет высокий мутагенный потенциал. То есть она другая, на нее уже среагировала иммунная система, но при этом есть тормозящие эффекты тех самых молекул, о которых мы дальше подробно говорим. И действительно показано во многих работах, что экспрессия этих маркеров, этих молекул, как PD-L1, так и PD-L2 является прогностически значимой, является негативным фактором прогноза. Я бы все-таки не говорил, что с экспрессией PD-L1 все так просто, его можно определять, но тем не менее нужно определять. Но понятно, что еще пройдет достаточно много времени, пока мы получим действительно универсальные и сертифицированные методики, понятные всем, которые мы сможем реально использовать в своей повседневной практике. Пока все достаточно сложно, как по биологии, так и по техническим особенностям, так и по логистическим особенностям. Поэтому, конечно, определять нужно, но пока вопросов больше, чем ответов. И вот одна из последних работ, на мой взгляд, достаточно убедительно показала, что делать это действительно нужно и практически, наверное, всегда прогностическое значение экспрессии имеет как на опухолях клетках, так и на иммунных клетках, так и особенности, когда есть экспрессия и на тех, и на других клетках. То есть это значимый прогностический фактор. Но на самом деле, мне кажется, это очень усеченное понимание той проблемы, в которой мы работаем. Определение одного маркера, PDL-маркера, это только очень первый маленький шаг, который открывает нам целую лестницу, по которой мы будем идти. И вот из одной лаборатории мы недавно у пациента с герминогенной опухоли, яичка, который проходил уже три линии терапии, он, по сути, ему уже отказали в дальнейшем лечении. Он был резистентен, высокий уровень маркера после третьей линии, большой конгренуат заброшенных лимфатических узлов, и мы все-таки выполнили ему заброшенную лимфоденктомию, при этом нас удивило, что мы действительно получили практически полное снижение маркеров, нормализацию. Но при этом мы делали не для того, чтобы достичь даже клинического эффекта, мы его не ожидали, мы делали для того, чтобы получить материал, свежий материал для того, чтобы подвергнуть его генетическому типированию и отправить в соответствующую лабораторию. Нам пришел ответ, где действительно были ответы на некоторые вопросы, именно с молекулярных позиций, с генетических, но нас очень поразило наличие оценки иммунограммы, не иммунограммы, а именно иммунного, как бы не статуса, а вот иммунной ситуации, на которую мы можем повлиять. В этом отчете была указана экспрессия PDL, была указана степень инфильтрации CD8, также была определена микросателитная нестабильность, мутационная нагрузка, еще один тест мутационной нагрузки по чувствительности и резистентности. К сожалению, у этого пациента был ноль, ни один из этих компонентов не реагировал, но при этом мы подняли литературу, и действительно достаточно уже каких-то репортов у больных с герминогенными опухолями на 3-4, после уже определенных стандартных линий химиотерапии, где чекпоинт-ингибиторы показали свою эффективность. То есть все-таки мы понимаем, что на сегодняшний день мы идем к персонализированной терапии, и ограничиваться одним маркером уже сегодня, наверное, не очень целесообразно нужно двигаться дальше, и создание вот таких интегральных иммунологических определенных характеристик, наверное, достаточно быстро и скоро войдет в нашу повседневную практику. При этом мы говорим о PDL1, но мы забываем о том, что есть еще и PDL2, который точно так же работает с тем самым рецептором PD, и который, по всей видимости, тоже мы скоро будем определять, и это может быть одним из тех факторов выбора тех препаратов, которые действуют на одни или другие молекулы. Если переходить к клинической составляющей непосредственно лечения ратериального рака, то как раз первая группа, которой мы мечтали получить лечение, это те, кто не подходит под препараты ЦС-платины, и два исследования основных, которые определили эффективность чекпоинт-ингибиторов у этих пациентов, МВИГР-210, это залезума в группе первичных больных, показал свою эффективность, высокий уровень медианы общей выживаемости по сравнению с историческими значениями, и достаточно высокий уровень ответов, при этом ответы в это исследование не зависели от PDL-экспрессии, они были во всех группах, хотя в группе с высокой экспрессией было видно, ответы были несколько выше. Дальше это исследование второй фазы было подвергнуто ретроспективному анализу, соединению, добавлением ретроспективной когорты, получающих карбоплотин, и были получены вот такие кривые. На самом деле, мне кажется, что здесь самое важное, что мы видим, что на иммуноонкологических препаратах сначала есть даже некоторый проигрыш в заболеваемости, но затем есть перекрёст, и кривые начинают обгонять. При этом это отражает то, что мы просто на сегодня не знаем тех больных, кому реально нужно проводить подобную терапию иммунологическими препаратами. И те, кто отвечает, это хорошо известный факт, живут долго. То есть, найдя и выделив, стратифицировав ту группу, о которой я достаточно много говорил до этого, мы действительно будем получать те хорошие результаты лечения, о которых мы и мечтаем. Второе исследование, ноут 0,52, подсвечённая пембролизум лабу, также продемонстрировало хорошие у этой группы больных в медиану общей выживаемости, ещё раз говорю, это те пациенты, которые не имели особых перспектив, у них ничего, кроме карбоплотина, в этой ситуации не было. И также по частоте ответов, но при этом здесь уже некоторые преимущества в зависимости от ПДЛ-экспрессии было, но на основании этих исследований и рекомендаций определения ПДЛ-экспрессии FDA ещё не выносила, несмотря на определённые различия. Однако, ещё даже не опубликованные результаты двух достаточно больших исследований, ВИГР-130 и КИНО-361, мы этих результатов ещё достоверно не знаем, но тем не менее, уже на предварительных результатах FDA принимает абсолютно противоположное решение, что да, у этих больных в первой линии лечения уротериального рака, не подходящих для лечения с эсплотином, мы обязательно должны определять ПДЛ-экспрессию. И только на этом факторе стратифицировать больных в лечении карбоплотином или в лечении чекпоинт-ингибитором, перезвездовым или отезолизумабом, потому что те пациенты, у кого экспрессия была низкая, гораздо бы дольше жили на препаратах карбоплотином. Поэтому вот он уже в онкологии, на самом деле, это первый, реально первый молекулярный маркер, который явился предиктивным и который на сегодняшний день уже нужно определять. Поэтому вопроса определять нет, понятно, что определять, но ещё раз говорю, нужно двигаться и дальше. Если говорить о второй линии терапии, где, опять же говорю, длительное время никаких у нас возможностей по большому счёту не было, действительно и невылумаб показал в исследовании второй фазы достаточно хорошие результаты, продемонстрировав высокий уровень медианной общей выживаемости по сравнению с историческими максимумами и в том числе продемонстрировал, что независимо от PDL-экспрессии есть ответы и в той, и в другой группе. И понятно, что там, где экспрессия была более высокая, выживаемость была этих пациентов лучше, но для этой группы, сразу скажу, ни для одного препарата не показано преимущество, есть ответы как у тех, у кого есть низкая экспрессия, так и у кого и высокая, но при этом для этой когорты пациентов во второй линии после предшествующего лечения, химиотерапевтического лечения, у нас просто нет альтернатив, у нас нечего предложить, поэтому определяем мы PDL-экспрессию или не определяем мы PDL-экспрессию, ничего другого мы не можем им предложить. Но при этом мы знаем, что те пациенты, кто имеет даже низкую экспрессию, они тоже имеют возможность иметь ответы и улучшение выживаемости. Поэтому на сегодня эти пациенты не стратифицируются по уровню PDL и могут получать любой из этих трех препаратов в этой серии. В этом же исследовании показано, что все-таки различия определенные в зависимости от PDL-экспрессии есть, как по общей выживаемости, так и по безрецидивной выживаемости. Еще одно исследование, мы вернемся к исследованию ВИГР-210, где была вторая когорта пациентов на второй фазе, где были пациенты после химиотерапии, опять же, второй линии, также были продемонстрированы приблизительно сходные результаты медианной общей выживаемости. Поэтому и эти препараты и по уровню ответа также должны и могут на сегодняшний день использоваться во второй линии лечения. И опять же, ответы есть как там, где нет экспрессии, также ответы и при хорошей экспрессии. Понятно, что они несколько выше. И, конечно же, о том, что я говорил, несколько такое разочаровывающее исследование ВИГР-211, которое показало, что все-таки выживаемости у этой категории больных практически сравнима с химиотерапией, она сравнима с препаратами ВИФЛУИН, но при этом есть определенные преимущества по сравнению с препаратами СТОКСАНОМИ. И опять же, вот тот перекресток, о котором я говорил, и опять же, есть те пациенты, кто отвечает и кто живет долго, и по длительности ответов тех, кто ответил, действительно у этих пациентов были преимущества. При этом в зависимости как частоты ответов, так и длительности ответов, в зависимости от педели экспрессии, у этих больных зафиксировано не было. Исследование КИНООТНОСУ 0,45, конечно, такое пиковое исследование, потому что это исследование третьей фазы и для ортолиального рака пока это единственное официально доложенное исследование, где в третьей фазе получены действительно достоверные улучшения выживаемости во второй линии у этих больных. Здесь хорошо видно, что практически вдвое общая выживаемость этих больных была выше по сравнению со стандартной химиотерапией на основе карбоплатина. И также по числе объективных ответов и по продолжительности этих объективных ответов также были достоверные преимущества у этой категории больных. И в зависимости от степени ответа было улучшение и выживаемости как при хороших ответах, так и при стабилизации, ну и при отсутствии каких-либо ответов на проведение исследований. Но вот неопубликованы еще данные несколько в конце. Опять же, исследование первой и второй фазы, где сравнивали уже комбинированную схему лечения чекпоинт-ингибиторов с эпилилумабом. Они еще не опубликованы, но тем не менее, есть достаточно хорошее улучшение по частоте ответов при комбинации двух препаратов. И, что тоже самое, наверное, очень важно и интересно, что в этой группе больных как раз при комбинации получило очень большое значение определение PDL-экспрессии. Действительно, у тех, у кого экспрессия была, частота объективных ответов была достоверно выше по сравнению с другими пациентами. И именно в этой комбинированной группе. Также в этом исследовании показано преимущество и общей выживаемости у тех больных, которые получали комбинированную схему. И я думаю, что, конечно, мы сейчас говорим о исследованиях, о конкретных схемах, но тот вал исследований, который идет, и который мы увидим буквально в ближайший год, наверное, очередной раз перепишет те стандарты, которые мы имеем на сегодняшний день. И это большая проблема как для финансирования, а так и для учебы, потому что обучать молодых специалистов в этой ситуации чрезвычайно сложно, да и самим ориентироваться достаточно тяжело. Поэтому всем успехов, сил и в этом предстоящем, да весьма нелегком пути, который нас ожидает. Спасибо.